Долгожданное открытие Пять лет ждали эту поликлинику Что отличает это учреждение Популярное место Есть планетарии, есть музеи, есть театры Как проводят время во Дворце Творчества И еще обзор соцсетей и новости спорта А начнем с темы транспорта В Омске на троллейбусные маршруты выйдет электробус Вот он. Такая машина способна автономно проехать до 30 километров Это без сети напряжения и специальной подзарядки Вот уже через две недели его привезут в Омск с завода в Уфе Специалисты департамента транспорта планируют испытать его ходовые качества Ну а потом принять окончательное решение Вообще же удовольствие дорогое 20 миллионов рублей И сегодня Минтруда поставила точку в споре о цене за льготников Власти отказались повышать стоимость проезда для льготных пассажиров А ранее перевозчики говорили, что около 30% омичей ездят по льготным проездным И этот тариф стал экономически невыгоден для них В Минтруда Омской области проблему с компенсацией льготного проезда Частникам предлагают решить отказом провозить льготные категории омичей Но предприниматели считают, что это нечестно Ну а теперь к главному событию дня На Левобережье строили, строили и наконец построили поликлинику Пять лет ждали открытия, терпели жуткие очереди Ездили много остановок, жители многоэтажек на проспекте Комарова, бульваре архитекторов И вот торжественное открытие Новое здание, это приятно Но что внутри? Какое оборудование, персонал, услуги? Во всем этом сегодня разбирались наши корреспонденты И вот большой репортаж С самого утра регистратура и персонал принимают пациентов На входе не работают тепловые пушки В фойе прохладно, но и это не останавливает омичей Многие из них уже пришли на первый прием в новую поликлинику За час до официального открытия нам показывают кабинеты узких специалистов И представляют новое оборудование Для удобства посетителей в здании установлен лифт с табличкой 2014 год Он должен был прокатить первых посетителей еще в 2015 Но здание поликлиники не было закончено Сдача объекта несколько раз срывалась по вине подрядчиков Торжественное открытие медицинского учреждения планировали еще к 300-летию Омска Сегодня двери поликлиники номер два наконец-то распахнулись для пациентов левого берега Пять лет ждали эту поликлинику Очень довольны, прекрасный вид, чистота, порядок Все внимательные, настолько приятно Дай бог, чтобы все у нас сладилось И поликлиника простояла не один десяток лет Новое медицинское учреждение будет обслуживать пациентов на 30 врачебных участках Современная регистратура, новое оборудование, дневной стационар, лифт и пандусы уже доступны для посетителей Резиновое покрытие на полу поможет передвигаться слабовидящим Ориентироваться в поликлинике пока трудно Поэтому медицинский персонал помогает пациентам Впечатление просто восхитительно Даже первый день, вроде кажется, везде каламбур такой Все еще не настолько организованы Но везде стоят девушки молодые, которые показывают, куда идти, где на что найти Проблему очередей должна решить электронная система, которая поможет записаться к врачу Это можно сделать через терминал, с помощью медработников или самостоятельно через интернет Талоны выложены в интернет и можно через интернет, через омскую медицину зайти Будет со временем здесь пароль Обязательно, пока еще немножечко не успели все сделать И будет возможность через интернет на любое удобное время, на любой удобный день взять А вот новая лаборатория Теперь кровь берут современным способом Одноразовые иглы-насадки исключают контакт с кровью А на замену шприцам пришли вакуумные пробирки В наше время, конечно, сейчас стало удобнее брать кровь из вены Потому что появились вакуумные пробирки То есть это удобно, быстрое заполнение идет прямо в пробирку крови Торжественное открытие прошло без перерезания красной ленты С утра в поликлинике кипит работа Но это не помешало собрать персонал и всех посетителей в фойе На открытие присутствовал губернатор Александр Бурков Мэр Омска Оксана Фадина, главный врач больницы Георгий Соболев Штат сотрудников полностью укомплектован и готов к работе Летом 2018-го тогдашний министр здравоохранения Андрей Староженко отметил Конкурс большой, почти два человека на место Медсестра хирургического отделения без труда заняла свою должность Конкурсного отбора не было Думаю, что всех желающих, кто хотел бы здесь поработать Вполне могут прийти и устроиться Новая поликлиника – это филиал больницы имени Кабанова Пациентами станут 60 тысяч жителей Левого берега Медицинское учреждение поможет разгрузить соседние поликлиники Любовь Федорова, Ирина Сорогина, Юрий Дорошенко, Антенна 7 И вот сразу после открытия губернатор раскритиковал Минздрав Я цитирую Александра Буркова Сегодня приезжаешь в район – очереди Приезжаешь в городскую поликлинику – очереди Губернатор поручил оптимизировать работу Ну а что об очередях говорит министр здравоохранения области Как раз про доступность поликлиник мы и спросили Дмитрия Вьюшкова Еще перед открытием поликлиники Дмитрий Михайлович, мы с вами встречаемся еще в девятом часу утра Все в это время, может быть, уже кто-то позавтракал, но в основном завтракают Что вы предпочитаете на завтрак? С чего вообще нужно начинать день? Стакан воды? Плотный завтрак? Мы должны рассчитывать, что основной прием пищи должен быть в первой половине дня Это общая рекомендация, я, конечно, тоже это могу сказать Завтрак – основной прием пищи, поэтому принимайте большую часть своих калорий с утра Но начинается со стакана воды, нет? Не обязательно, это очень индивидуально Это неплохая рекомендация, но не могу сказать, что она абсолютно для всех подходит Утро – это и характерное время для процедур медицинских И часто люди спешат в поликлинике для того, чтобы сдать анализы А там очереди Вот президент в послании сказал, что по здравоохранению, по поликлинической работе судят в целом о системе Как быть с очередями? Это большая проблема, однако сегодня есть национальные проекты, которые подразумевают в конечном итоге формирование так называемых бережливых производств Или так называемых бережливых поликлиник В рамках которых нахождение пациента в поликлинике должно сократиться в разы Те пилотные проекты, которые сегодня проводят, это действительно подтверждает Когда с 2-3 часов нахождения в целом в медицинской организации сокращается до нескольких минут Поэтому с утра – это действительно то время, когда мы у пациентов забираем все анализы Поэтому график разосписан, как правило, с 8 до 10 часов утра Чтобы пациент после этого спокойно приступить к своей рутинной работе Но с очередями что делать? С очередями нужно формировать правильный поток пациентов Так, чтобы те пациенты, которые должны прийти именно в эту минуту И в этот данный кабинет, действительно приходили в нужное время, в нужное место К медицине еще вернемся через несколько минут Ну а пока о том, что обсуждают горожане в социальных сетях Наша постоянная рубрика Омск засветился на федеральных каналах Новость о том, что метро в городе не будет, высмеял Иван Ургант Идею достроить метро в Омске похоронили спустя 27 лет Поэтому шоумен причислил омский метрополитен к клубу 27 В него входят рок-музыканты, скончавшиеся в возрасте 27 лет Однако шутка про клуб 27 появилась в сети уже давно Поэтому журналисты омского паблика сочли Урганта неоригинальным Тем временем омичи провели фотоэкскурсию по заброшенным станциям метрополитена Благодаря светофильтрам фотографу удалось получить по-настоящему волшебные кадры Снимки сопровождаются интересными комментариями Состояние омского метрополитена намного лучше, чем состояние заброшенных метро в других городах Например, в Челябинске или Красноярске Сделал вывод автор поста Энергосбыт обещает отключить свет в подъездах за долги Об этом сегодня пишут во всех омских пабликах Причем не за долги жильцов, а за долги управляющих организаций Задолженность жилищников превысила 100 миллионов рублей И другого способа бороться с неплательщиками энергосбытовая компания не видит В ЧАЭС попали 30 организаций В ближайшее время без света могут остаться жильцы домов по улицам 2-я, Барнаульская, 19-го портсъезда, Волочаевская и Маргелово Пешеходный переход с препятствиями запечатлел на фото омский прохожий На улице Маяковского знак пешеходного перехода установлен за ограждением И чтобы перейти дорогу, амичи должны сначала перепрыгнуть через забор В очередной раз позабавили пользователей работники Большереченского зоопарка На видео гималайский медведь Кузя Хищник вышел из спячки и сразу впал в апатию Настроение у медведя скверное Работники зоопарка отмечают, что в прошлом году наблюдали аналогичную картину В сети Кузя даже получил прозвище «депрессивный омский медведь» История с ГАЛО получила продолжение На этот раз амич запечатлел на камеру закат солнца В его лучах автор поста приметил падающий на город метеорит Фото получилось живописное, а пост повеселил пользователей Продолжаем следить за самыми обсуждаемыми темами вместе с пользователями Территория счастливого детства Это про городской дворец детского творчества на Красном пути Там делали первые шаги в творчестве и спорте уже несколько поколений омичей И до сих пор это место остается самым популярным и доступным для талантливых и увлеченных детей Бесплатные кружки и секции открыты с самого утра и до позднего вечера Наш репортаж Как это здорово познавать разнообразный окружающий мир И смотреть на него широко раскрытыми глазами Всем знаком радостный миг Смело общаться, весело дружить, интересно играть И кто сказал, что математика это скучно А вот и числовой ряд Попробуй ответь правильно на вопросы педагога Все условия для развития каждого ребенка как личности Как будущего гражданина нашей страны в том числе Как человека, который изначально рожден с какими-то способностями Поэтому включаясь в нашу программу и включаясь во все интереснейшие мероприятия нашего учреждения Ребенок может развить в себе, прикоснуться к прекрасному Потому что дворец наш действительно очень интересный И есть чудесный коллектив Есть планетарии, есть музеи, есть театры Родители спешат записать детей в кружки и секции Для самых маленьких это хорошая подготовка к школе Этот родничок дает детям ощущение дружбы, комфорта То есть развивает наших деток, готовит к школе, к дальнейшей жизни Это необыкновенный центр, в котором они учатся взаимодействовать с окружающим миром Изучают много интересных предметов А кто-то посещает и не один кружок Ведь чем старше, тем интересов больше Пять с половиной тысяч юных горожан интересно проводят время во дворце творчества Как можно пройти холодной зимой мимо теплого бассейна Тут слышны детский смех, радостные крики и зычный голос Тренер дисциплинирует и мотивирует Дети, особенно кто поначалу приходят в бассейн То есть они заходят, видно на лице восторг у ребятишек То есть они брызгают, скачут, ничего не могут даже понять Но детям очень нравится Очень много ходят к нам во дворец, в частности вот в бассейн Спортивных результатов здесь у вас можно достичь? Да, у нас бассейн также может присваивать спортивные разряды И очень много у нас спортсменов, выполнивших норматив второго, первого взрослого разряда Если плавание – это здоровье и сила, то танцы – грациозность и настроение В уютном хореографическом зале все движения под зажигательную музыку выполняют с улыбкой Танцы мне дают второе дыхание, я живу и танцы для меня – это вторая семья Я очень рада, что попала в этот коллектив Что сегодня репетируете? Сегодня мы репетировали танцы, которые будем выступать на концерте, мы их оттачивали Весенний концерт с участием образцового ансамбля «Танца мечта» пройдет 17 марта в концертном зале Зрители, они ждут вас Евгений Енифанов и Максим Баринов, Антенна 7 И возвращаемся к теме медицины Сегодня в Омске работала Сибирская школа неврологии своим опытом С местными врачами поделились ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, других российских городов В конгрессе участвовали и профессоры Люксембургского центра системной биомедицины В центре внимания оказались детская неврология и вопросы нейрохирургии С участниками форума пообщалась Любовь Федорова Инсульт, болезнь Альцгеймера, эпилепсия – эти медицинские термины сегодня звучат в конференц-зале Медики и ученые обмениваются опытом с практикующими врачами Омский невролог Георгий Зуев рассуждает на примере личного опыта Есть такая интересная вещь. Более старшие поколения, которым сейчас 70-80 лет Они захватили здравоохранение 80-х годов Они приучены лечиться То есть они знают, что надо принимать лекарства, надо обращаться к врачам Сейчас мы сталкиваемся с поколением, которое ходило в жизнь в 90-е И с этим поколением существует проблема Они не понимают, что надо какие-то заболевания лечить А заграничные профессора уверены в обратном Успех за компьютерами и техникой В Люксембургском центре биомедицины знания математиков, физиков и инженеров учатся использовать в неврологии Профессор Руди Баллинг название для своей лекции подобрал соответствующее Будет ли диагностика похожа на прогноз погоды? В медицине произошли большие изменения И основное изменение в том, что мы сейчас можем расследить последовательность геномов Мы можем увидеть каждую буковку в нашей цепочке ГНК Организаторы форума – Омский медицинский университет В этом году на конгрессе с докладами выступили профессоры из Омска, Москвы, Тюмени и Люксембурга Это не только врачи-неврологи Пригодился опыт терапевтов и урологов Доклады были сделаны, на мой взгляд, очень интересные У нас в гостях были два ведущих московских уролога, детских профессор Миновичков и профессор Николаев Они прочитали великолепные доклады По основным, наиболее актуальным проблемам детской нейроурологии Это специальность, которая состоит на стыке неврологии и урологии Здесь обсуждаются современные методики лечения, обсуждаются те такие тонкие моменты, включая дозы препаратов Даже обсуждаются такие моменты, какие дозы препаратов использовать и так далее То есть именно люди с практическим опытом делятся своими знаниями и умениями со специалистами другими Ну, которые, скажем, занимаются какими-то другими проблемами То есть идет обмен мнениями По словам профессоров из Люксембурга, Омск – хорошая площадка для работы Центр системной биомедицины владеет современными цифровыми технологиями А наш город – большим количеством пациентов для изучения Любовь Федорова и Юрий Дорошенко, Антенна-7 Эксперименты над зрителями ставят в театре студия Любови Ермолаевой В эти дни там проходит лаборатория современной драматургии для подростков и молодежи От того и темы спектакля «Первая любовь, толерантность», «Подростковый максимализм» и «Злость», «Девичьи секреты» и «Юношеские насмешки» Накануне на сцене состоялся эскизный показ пьесы Юлии Тупикиной Вместе с актерами и зрителями «Вдох-выдох» делали Денис Ионас и Юрий Дорошенко Несмотря на то, что это лаборатория современной драматургии для подростков и молодежи Среди зрителей, как мы можем видеть, очень много людей самых разных возрастов Узнаем у них, что их волнует и как они вспоминают свою молодость Вы помните себя от 14-летней? Какие темы вас волновали? Какие проблемы вас волновали? Ну, семейные чаще проблемы, отношения вообще в семье Ну и когда подростковый возраст, ты все-таки развиваешься, у тебя психика меняется вообще Ну вот такое примерно интересовало Решение проблем всегда же интересует Меня как молодого человека, ну, наверное, ну, лично меня, наверное, как в жизни устроиться Чтобы поступить, хорошо отучиться, потом работа хорошая и все Вопросы политики, толерантности интересуют? Наверное, как толерантности Меня интересует, что кому-то обращается не так из-за того, что он не такой И это неправильно В первую очередь, любовь, как говорится Ну, уже, кажется, мальчики были в голове, как говорится А вот одной из главных героинь пьесы Машу в ее 14 лет волнует многое И проблемы мировой экологии, и отношения с одноклассниками, и взаимопонимание с матерью И первая любовь, причем сразу ко взрослому мужчине, ее учителю Его на сцене играет Евгений Хабиров Понять и принять признание в любви со стороны ученицы ему непросто Сейчас, на сегодняшний день, это очень такая, достаточно щепетильная тема Потому что все-таки, ну, другое время И раньше было, мне кажется, по-другому Все равно признавались в любви по-другому, чем сейчас Сейчас все открыто, и поэтому, мне кажется, что, ну, это очень тяжело воспринять И принять это тяжело И поэтому учителю, как персонажу, тоже очень тяжело Другого времени персонажа И я другого времени Пьесу Юлия Тупикина написала в 2015-м И вот на сцене уже 14-летняя Лиза Бьюти-блогер, играет в теннис Но, как оказывается, только ради того, чтобы выбиться в люди и найти обеспеченного парня А еще она пустила в классе слух, что ее подруга Маша Та, что любит учителя, лесбиянка О толерантности у подростков речи не идет Поступки и мотивы своей героини с трудом может оправдать Полина Фофанова Но тем интереснее воплощать на сцене этот образ Стерва, да, стерва Знаете, у меня в последнее время очень часто достаются такие роли Стерв, таких стерв Она интересная, астрохарактерная роль Даже интереснее Маши Я вам даже открою такой секрет Я должна была изначально, ну, как сказал мне режиссер, играть Машу А потом я почитала и поняла, что для меня Маша очень скучная, неинтересная роль А Лиза, да, Лиза больше моя героиня, больше моя роль Мне интересно, интересно Интерес актеров и задачи режиссера Пьесу поставил актер театра Виталий Романов Меня зацепила очень больная тема Связанная с шаблонным мышлением Там затрагиваются вопросы толерантности Вопросы свободы, безопасности Свобода, безопасность – это быть как все Это мыслить как все определенными стереотипами Свобода – это несколько отход от такого существования Это все-таки какое-то критическое мышление Которого сейчас, к сожалению, очень мало Особенно у молодежи Именно поэтому в пьесе появляется и коррумпированный чиновник, заставляющий сына-подростка ходить в церковь И мать-одиночка, у которой нет времени на дочь И все это происходит в российском городе Героев для пьесы Юлия Тупикина брала из жизни Об окружающей действительности умалчивать нельзя, уверен драматург Понятно, что искусство касается каких-то острых тем Если искусство не касается острых тем, это не искусство уже Если мы вообще ничего не говорим и всего боимся То проще вообще закрыть эту лавочку, закрыть театр Либо ты делаешь по-настоящему, либо ты думаешь о каких-то трусливых директорах И тогда проще вообще ничего не делать В афише лабораторных дней четыре спектакля Некоторые уже вызвали возмущение и восторг у зрителей Итоги экспериментов подведут 5 марта спектаклем «Замыкание» Тогда же станет ясно, на какие темы зрители готовы рассуждать в театре А на какие могут смотреть лишь сквозь пальцы Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антена 7 Теперь о спорте «Авангард» Сегодня сыграет третий матч в противостоянии с казанским «Акбарсом» Игра пройдет в Казани Хоккеисты «Авангарда» ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0 Теперь о других парах четвертьфиналов Сенсация в споре «СКА» и «Спартака» Столичные хоккеисты выиграли два матча в Санкт-Петербурге Яркий матч сыграли «Барыс» и «Торпедо» Нижегородская команда вела во втором поединке со счетом 4-0 Но казахстанские «Барсы» сумели отыграться и вырвали победу в овертайме 5-4 В других парах фавориты были сильнее «ЦСКА» вновь победил «Витязь» Автомобилист взял верх над «Трактором» Столичная «Динамо» здорово сыграла в Хельсинки И ведет в споре с «Ёкеритом» 2-0 Сегодня третий матч серии Такое же преимущество у «Локомотива» В противостоянии с хоккейным клубом «Сочи» Спор продолжается на юге сегодня и в воскресенье И только в одной паре «Металлург» Салават Юлаев Счет равный Сегодня третий матч в Уфе Острое соперничество омских каратистов 190 спортсменов состязались сразу в двух соревнованиях В чемпионате области и 15-м турнире памяти Николая Бойко Талантливого спортсмена, погибшего от рук преступников Между тремя площадками перемещался Владимир Истомин Быстрые маневры в стойке Скорость, концентрация, стремительные атаки Общий успех всех омских каратистов Стремление действовать в современном стиле Мощный настрой на победу Техничные атаки по разным уровням Яркое соперничество в каждой номинации Главной наградой соревнований выиграли спортсмены всех клубов Входящих в Омский Союз карате 12 золотых медалей завоевали каратисты клуба «Атака» Спортсмены блеснули отточенной техникой Треть медали выиграли каратисты 8-9 лет Ксения Шварева и Анна Козлова завоевали специальные призы соревнований У меня сегодня был хороший настрой У меня получилось правильно выполнять элементы карта И я добилась своего Я очень наносила хорошо удары И наносила на опережение противника И в итоге я победила Пять золотых медалей выиграли спортсмены клуба «Скорпион» Отличную технику продемонстрировала Софья Ван Хай Спортсменка здорово перемещалась по площадке Резко и точно атаковала верхний уровень Молниеносные диагонали руками Двойные удары ногами Грамотная защита Победа в сильной по составу категории Я люблю карате за эту энергетику на соревнованиях За чувство соперничества Хочу в будущем попасть в сборную России И представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира Серия побед на характере Высокие волевые качества – важный момент в успехах наших каратистов Омский стиль создавался при активном участии лучших спортсменов региона Среди них был Николай Бойко Один из лидеров омской команды побеждал за счет техники, сил и духа По словам отца спортсмена Валентина Бойко Новые поколения наших каратистов стремятся действовать в том же ключе Закаляют характер, слушают тренеров Стремятся к высоким результатам Что подкупает, конечно, профессионализм Прежде всего, это профессионализм наших тренеров Которых тренируют ребят И желание самих ребят Как бы, вот, совершенствовать себя Совершенствовать свое тело, свои навыки Еще одна особенность турнира – острый спор в разделе базовой техники – ката Омский Союз карате выиграл президентский грант на приобретение спортивного инвентаря В этот раз каратисты соревновались на новых татами Интересные, насыщенные композиции представили сразу несколько спортсменов Анастасия Смирнова из клуба «Спектр» победила в дополнительном раунде Спортсменка мощно на кураже выполнила целую серию сложных элементов В технике приблизилась к реальному поединку Надо работать на ОФП, чтобы быть сильнее соперницы Надо быть уверенной в своих силах и не сомневаться в себе Так что я была уверена, что в этот раз я смогу В споре самых юных каратистов отличились спортсмены клубов «Олимп» и «Лидер» Главный приз «Хорошее настроение» выиграли все участники соревнования Мне сегодня понравился турнир У меня сегодня хорошее настроение У меня сегодня хорошая техника Я победила Следующее соревнование омских каратистов на российском уровне В середине марта все сильнейшие спортсмены выступят на первенстве Сибирского федерального округа Которая пройдет в Барнауле Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна-7 Следуйте за нами в соцсетях и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин